Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами мукбанг. Приглашаем на вкусный ужин, поболтаем обо всём. Ой, ребят, я прям уж боюсь смотреть этот мукбанг. А я, слушайте, как будто чувствовала, что будет мукбанг. Потому что Уралочка в прошлом влоге что-то вроде как и говорила про мукбанг. Думаю, ну неужели замутят? И ведь они же заранее его записали, но почему-то в воскресенье не выложили. Вот как-то странно. Вроде бы и деньги зарабатывать они любят, да, но видеоролик почему-то не выложили. Видимо, чтобы палубу не нужно было драить. А то сиди, контролируй сутками и следи, чтобы не написали лишь бы чего. И Сафарке, видимо, хотелось отдохнуть от метлы. Вот поэтому и не выложили. Короче, Абдугани не будет принимать участие в мукбанге. Уралочка сказала, что он не захотел, но Сарафан тут же перебил, сказал, это мы не захотели. Но Уралка снова перебила и сказала, я спросила у него, а он сказал, сейчас нет. Кто из них врет, интересно? Короче, запутались, не договорились. Ну и дальше Уралочка, прям задыхаясь, накладывает тарелки. Умаялась пока, готовила. И такая одышка слышна. Огурчики накладывает, грибочки накладывает, кричит, это наши. Ой, ребят, да никакие это не её грибочки. Там стопудово ирка их приволокла. Ну и слушайте, накладывает она, значит, себе грудку, пюре. Ну, мы, собственно, видели с вами уже, да, такие короткие кадры, короткий видеоролик. Сарафан, значит, накладывает она пюре, ну и что там, мясо, да. И, значит, дальше он говорит, буду есть суп. Себе Уралка суп не наливала. Всё понятно, ребят, поэтому они и поволоклись срочным образом на эту тёмную речку. Потому что, видимо, газовая атака была трындец какая. Ни за что не поверю, что Уралка суп не ела. Это на камеру она не ела. Походу, наелась от души. Хорошо, что хоть на речку выехали. Ну и Уралочка приговаривает, говорит, не зря Абдугани говорит, что у тебя руки бриллиантовые. Ребят, я уржалась с этих бриллиантов. Он понятия не имеет, что такое бриллиант, а руки зато, какие бриллиантовые, он знает. Ох и вруха ты, Уралка, ох и сказочница, ты-то сама бриллианты от роду не видела, а говоришь о них. Что интересно, суп-то жирный. И говорит, я завтра суп поем. И Костя она там грызла, хрящики какие-то обрезала в этот суп. И мясо там, говядина. И всё на это будет есть. Да и ела она, ребят. Просто она на мукбанке решила так, немножко поесть. Хотя вы видели этот кусман курицы огроменный. Поэтому ей до лампочки, ребят. Вредно, не вредно, можно, нельзя. Она жрала и будет жрать. И ей плевать. Ну и дальше, наконец-таки, уселись. Значит, у Уралочки всё, знаете, так строго диетически. Пюрешечка, прям диетическая. Шматок огромный. Курицы. Грибочки тоже диетические. Огурчики диетические. И белый хлеб. Ребят, белый хлеб, прикиньте. Это, наверное, чтобы ещё вреднее было. Хлебушка, говорит, я сафарчик сейчас отрежу. Да, и поресели, короче, жрать. Дальше Сарафан оценил, значит, суп, что вкусный. Ребят, ну а как же он скажет, что суп невкусный? Уралка его чего-нибудь да лишит, если он вдруг скажет, что суп невкусный. Ну и, короче. Дальше Уралочка сказала, у меня, значит, вот такая вот еда. Решила я, говорит, себя ограничить в красном мясе. Сходила я к врачу, к эндокринологу. Она у меня спросила, у вас суставы не болят? Ну, болят, говорит Уралочка. А что, говорит, вам? Лекарства-то не предлагали? Я говорю, нет. Ну, идите, терапевт вам выпишет. И Уралка спокойно так говорит, что, ой, пошла к терапевту, терапевту, выписал лекарства. Ну и, значит, Уралка будет зажирать все это дело таблетосами. То есть для нее даже никакой важности не имеет, что все сложно, раз у нее мочевая кислота повышена. Ей пофигу, болит, не болит, вот до лампочки бабе. Ну, а дальше понеслось, ребят, Уралка и сдергалась. Тут же начал ходить ходуном скальп. Толкала в рот это пюре, эту грудку, говорит, целую сварила. Мне еще на раз там будет на завтра. Сарафан ухватил миску с супом и не ложкой охлебать начал из миски. Вот, ребят, самый настоящий хрюкбанк, как свиньи, самые настоящие свиньи. Сарафан уже давно превратился в свинью. Он кого-то там обзывает свиньей, а сам хуже свиньи. Сели, слушайте, есть за стол перед камерой, и он не может использовать ложку, чтобы есть. Ему надо хлебать из миски. Фу, насколько отвратительно. Дальше затеяли тему пропорции, когда они были, значит, в торговом центре, и кто-то там ел этот том-ям. Там сарафан не мог выговорить. И рассказывал, что какие-то девушки, подружки набрали столько жратвы, что сарафан столько не сожрет. Это, значит, отмазка, что они нет, совсем чуть-чуть едят. Они такие малоешки. Они совсем водичка и огурчик. Ребят, ну, слушайте, мы видим их порции. Мне, допустим, плевать, кто там сколько ел тот том-ям. Там жирности в нём абсолютно нет никакой. А у этих всё плавает в жиру. Тазики с жратвой, и он рассказывает, что вот он сейчас суп поест и больше не сможет ничего есть. Ну, посмотрим. Уралка прикинулась вообще, слушайте, такой малоежечкой, как будто она ничего не ест. Говорит, тоже хотела суп, но решила, что мне это будет много. Уралочка, да ты, собственно, и сама большая, не от воздуха-то ты растолсела и разнесло тебя в разные стороны. Понятное дело, что нажрала себе живот по колено. И будешь прикидываться и рассказывать нам, что ты совсем ничего не ешь. Ребят, ну, вот это смешно, действительно. Ну, скажите, хоть одна обжора с избыточным весом признается, что она сама нажрала себе эту тонну? Нет, конечно же. Те, кто имеет зависимость вот эту пищевую, жрачную, они никогда не признаются, что нажрали. А вот некоторые, кто, бывает, медикаментозно набирают вес, вот те почему-то думают, что они от еды пухнут. Хотя наоборот. Вот, ребят, в чём разница. Ну, а Сарафан продолжал посвинячьи есть хлебать из миски, как будто ложки не существует. Фу, блин, блевота отвратная. Дальше, ребят, я упала. Уралочка рассказывает. Опять же, благодарит Телеграм за то, что там пишут ей девочки, и рецепты скидывают, и делятся своими якобы историями. Ну, про рецепты и про восхищение мы слышали от этих девочек. Там такие девочки беззубые, что мама, не горюй. Ну, и дальше рассказывает, что какая-то ей там женщина из деревушки написала. Из деревушки, представляете? И спросила, как же можно оформить группу инвалидности, потому что она тоже якобы мучается с суставами. Ну, и Уралка якобы ей рассказала, как это сделать. Уралка, короче, учит, как на халяву получить инвалидность. Дальше, ребят, Уралка рассказывает, как она в больнице ходила в прошлом году. И надо было подниматься по лестничке, которая вот такая узенькая, прям как стол. И Сарафан ляпнул, говорит, что там, если повернешься, застрянешь. Аж, прикиньте, дожилась Уралочка, на лестнице застревает. Говорит, я это все видел. Ну, а как же, без тебя, походу, Уралочка бы и не справилась. Там же застреваешь. Вот ты, походу, и пропихивал ее на лестнице. А дальше Уралочка поведала, какой Сарафан заботливый. Значит, когда Уралка проходила комиссию, там женщина шла. Не могла она, значит, подняться на ступеньки. И Сарафан подавал руку Уралочке, а потом этой женщине. Все, ребят, хомяки попадают в обморок. Уже будут визжать и слюной давиться. И восхищаться Сарафаном. И слышали, что Сарафан сказал? Когда женщина спасибо огромное, она благодарила. А он говорит, неудобно, когда помогаешь, и потом вот такое. А какое такое? Если и правда это не вранье, и он там подал руку женщине, то женщина, конечно же, будет благодарить. Потому что ей тяжело, ей больно. А здесь ей подали руку. Конечно же, будет благодарить. А что в этом плохого? Но Сарафан как-то сказал брезгливо. То есть его это напрягло, что его благодарили? Уралка хотела Сарафана даже поправить. Но еда тут же ее мозг, короче, одолела. И Уралка про грибочки. Про грибочки. Вкусные грибочки. Прикиньте, у нее даже мысли путаются. Она хочет что-то сказать, но при виде еды тут же забывает. Ребят, я угораю. Дальше опять перепрыгнула на бриллиантовые руки. Ой, ребят, я не могу. Я не могу с этой брехухи уральской. Это просто что-то с чем-то. Это как же ей хочется, чтобы ее хвалили. Чтобы ее облизывали со всех сторон. Чтобы лизоблюдные комментарии сыпались. Чтобы все восхищались, какая она мачеха. Какая она добрехонькая. Дальше Сарафан открыл чат. И такой деловой на понтах. Сейчас я чат открою. Посмотрю, значит, открывает он чат и показывает. Пишут, пишут, Сарафан, пишут. Мы видели, кто у вас там пишет. И кто у вас сообщение наговаривает и видео отправляет. Видели ваших бабулек, которые визжат от восхищения. И без зубов дают советы. Видели мы этих девочек, как Уралочка говорит, девочки. Видели мы этих 80-летних девочек. Дальше, ребят, это вообще трешняк. Значит, Уралочка решила рассказать, каким она рецептом воспользуется. По гусю, походу. И говорит, я возьму с каждого рецепта по чуть-чуть. Вот, ребят, что и требовалось доказать. Нафиг ей нужны ваши рецепты. Она все равно наляпает, как сама хочет. И обязательно испортит. Гусь требует приготовления по рецепту. По настоящему рецепту. Потому что гусь – это достаточно сложное блюдо. И чтобы приготовить, это надо постараться. Ну, а у Уралки все, тяп-ляп и готово. Соды бухнуло и зашибись. Правда же, ребят? Чего захотела, то и накрутила. Полопали сосиски и пофигу. Дальше, ребят, наблюдаю, как жрет сарафан второе. Что-то там у него не проживалось. Взял в руку, выплюнул, кинул в тарелку. Фу, ребят, я не могу. Вот прям невозможно смотреть. Просто как будто сидит свинья за столом. Ужасно безобразно. Даже у Уралкина дерганье и открыванье широко рта, как она любительница, раскрыть, развернуть эту свою пачку. И то, ребят, не так безобразно выглядит, как жрал этот. Фу, ужас. Дальше Уралочка рассказывает про Новый год. Что хотелось бы, чтобы всего хватило. Там и салатов, да, и всего, да. Но, говорит, съешь якобы того-сего по чуть-чуть. И всё, и больше не хочется. А кому, интересно, хватило? Вас же всего втроём. Значит, Новый год будет очень уж многолюдный. Значит, всегда он многолюдный. Значит, всегда зиговальщики рядом. И этот Новый год будет такой же. Будут также всей бандой отмечать. Только снимать всё это дело они не будут. И, знаете, Сарафан как-то странно сказал, что якобы на Новый год надо два дня быть дома. И, думаете, почему он это сказал? А потому что на Новый год все бухают. Думаете, Сарафан не бухает? Конечно же, бухает. Вместе с Исраилом мы видели алкашку на столе. Можно подумать, у них там Дуня всё это пила. Или девочки. Угу, Иркины. Понятное дело, что они там крепкие напитки пили все. И бабы, и мужики. Неспроста Сарафан сказал про два дня. Ну, а дальше Сарафан, отставив тарелку, сказал, что он обожрался. Фу, ребят, это просто ужас. Этот хрюкбанк их побил все рекорды по свинству. Дальше Уралочка решила про Абдугани поговорить. Ну, как же? Это же не видос, если она не перемоет пацана. Это уже как в порядке вещей. Ну, и зацепила эту тему фруктов, что Абдугани, значит, просил ананас отрезать. А там, говорит, у нас и хурма в чашке, а у нас и мандарины. И уже выбросила несколько штук. Так интересно мне, ребят. Вот они, получается, якобы могут позволить себе ящиками покупать и по пол ящика выбрасывать. А мы, значит, получается, не можем позволить. Получается, у них мандарины золотые выйдут, когда им придется пол ящика выбросить. То же самое с хурмой. И Уралочка сказала, что они кое-кого угостили. Естественно, естественно, пораздавали кишлачным. И я уже на эту тему говорила в своем предыдущем обзоре по поводу того, что они друг друга угощают. И это не я от себя придумала. И получается, у них этот видос за пятницу. Говорит, когда он у нас выйдет? В субботу или в воскресенье? Сарафан сказал, в воскресенье. Они уже сами запутались, что у них там про запас есть и чего нет. А дальше Уралочка сдала Абдугани опять видео, что читал и уснул. Проснулся и рассказывает, что снилось ему, что он книжку читает. И тут папа, говорит, надо мной стоит. Вот нафига это рассказывать, ребят? Хотя бесполезно что-то Уралке говорить. Ей, понимаете, лишь бы с кого-то посмеяться. Точно так же и Сарафану. Нравится им смеяться над этим пацаном. Ну а папашка – это вообще какая-то отдельная жесть. Обычно, знаете, мужчины за сыновей горой стоят, а этот сидит и высмеивает собственного сына. Понятно, Уралка, она чужая тетка, сидит, ржет с него. Ну потому что с нее когда-то ржали, как будто мстит. Но родной папашка, чтобы постоянно на смех пускал своего сына, это какой сволочью надо быть гнилой, чтобы так поступать. Альша Уралочка решила включить, опять же, семью. И говорит, ой, а давайте, говорит, фильм какой-нибудь включим и посмотрим. А перед этим рассказывала, что Абдуга не такая бессонница. И пока он в школу ходил, до познания спал. И поэтому сейчас ему так трудно влиться в режим. И тут же, слушайте, говорит, надо посмотреть какой-нибудь фильм. Это Уралочке очень уж хотелось поиграть в семью. Уралка, как всегда, говорит с набитым ртом, толкает в рот. И тут уже она наконец-таки доедает и говорит, наконец-таки доедаю грудку. А у самой скальп ходуном глаза моргают. Видимо, уже расстроилась, что все быстро так закончилось. А надо же еще доснимать хрюкбанг. А тут уже в тарелке пусто. И, конечно же, было понятно, что Уралка не нажралась. Поэтому тут же принялось жрать ананас. Да, и такое чувство, что даже какое-то утешение к ней пришло, что еще можно что-то пожрать. Сарафан ржал с кошки, как дурачок. Он то хлебает из миски, как поросенок, то ржет, не пойми с чего. Слушайте, ведет себя ужасно неадекватно. Ну, что здесь скажешь, ребят? Что здесь скажешь, необразованный, хитрый, неаккуратный и некультурный мужик? Да даже его, собственно, мужиком не назовешь. Ну, и Уралка толкала в рот ананас и приговаривала. Хороший, вкусный ананас. Опять же, стонало. Можно подумать, Уралочка, тебе бывает что-то невкусным. Конечно же, тебе все вкусно. Особенно, когда ты пюре с грудкой не нажралась, и надо добить желудок хоть чем. Конечно же, все будет вкусно. И дальше Уралочка слышали, что сказала. Ну вот, говорит, поели. Завтра у нас воскресенье. А только недавно говорила пятница. Пипец, ребят, они окончательно запутались. То говорила пятница, и видео выйдет в воскресенье, а не в субботу. То теперь говорит, что у них завтра воскресенье. Короче, ребят, вранье враньем погоняет. И опять, говорит, видео, это, скорее всего, выйдет в воскресенье. Завтра у нас воскресенье, видео выйдет в воскресенье. И говорит опять про этот костюм Деда Мороза для ритмики. И в шоке. В чате родительском завтра, говорит, поедем искать. А тут, получается, еще ничего не решили. Но зато Уралочка уже второй видеоролик подряд трезвонит про этот костюм. Тут уже хоть по теме ляпнуло, что если, говорит, не найду, то я могу сшить. Что удивительно, ребят, я думала, вспомнят про меня. Но про меня не вспомнили. А что ж такого произошло? Сафарелла, что случилось? Че это ты вдруг про меня не вспомнил? И не фекал, и не фукал, и не говорил, что скажут. А че такое произошло? Или пятая точка заполыхала у тебя, и ты решил промолчать? И в конце Сарафан говорит, что некоторые пишут, что ты не жуешь. Уралка, как не жую? Я жую. Нет, Уралка, у тебя летит сразу в желудок. Жевать-то ты не умеешь. Видимо, от жадности, от голода, чтобы побыстрее залетела в желудок, и чтобы там, наконец-таки, уже было набито и плотно. И, кстати, ребята, она действительно не жует. Сарафан, видимо, просто не смотрит на нее. Когда он голодный, он смотрит в тарелку и думает, как бы самому быстрее свое брюхо набить. Ну, а дальше Сарафан решил, слушайте, показать свои гнилые, тупые, нажеванные понты. Говорит, если зубы через один, то, конечно же, надо долго жевать. Сарафан, ты хотел кинуть понты, но показал свой тупизм. Такой тупизм, по-моему, каждый школьник знает, как нужно жевать и пережевывать пищу. Только один ты знаешь, что надо два раза перекинуть во рту, а потом отправить все это дело в требух. Фу, позорище, решил блеснуть умом, а показал свою тупость. Ну, шо здесь скажешь, умным ему точно не светит быть. Еще и тему в конце, когда ржал, десен зацепил. Сарафан, мы как-то, в общем-то, и не жалуемся на то, что у нас болят десна. Вот у тебя от каках куриных они болят постоянно. Видимо, поэтому ты жевать не можешь еду, потому что десна-то у тебя больные. Поэтому перекинешь пару раз, и в требух все улетает. И уралочка точно так же. А ведь веселенькие вы оба бываете, и очень-очень часто, и ржете не по теме. Слушай, что-то здесь не так, ой, что-то здесь не так. Может быть, тут совсем в другом дело, и совсем не в алкашке, а? Дальше уралочка все никак не могла закончить видос, и говорила, хватит ржать, как дурачки. Уралочка, а почему как? Просто даже обидно. В общем, мои хорошие, пишите, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok